Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Я сижу тут в таком предвкушении, я пообещала себе, что мы вместе с вами это все впервые попробуем, чтобы посмотреть, как это работает. Дело в том, что я купила несколько таких необходимых, незаменимых гаджетов в быту каждой хозяйки и каждого хозяина. Я думаю, что они меня не разочаруют, но судя по тому, что вы написали мне в инстаграме, у меня эта штука есть, я ей пользуюсь уже несколько лет. Стоящая покупка мне тем более интересна. Я планирую отдельное видео с покупками на Алиэкспресс, но прежде чем я его сниму, мне нужно понимать, как это все работает и не выбросила ли я свои деньги на ветер. Ну что, давайте начнем с самого интересного. Это вот такой компактный ручной отпариватель. У нас есть большая отпаривательная система Тефаль, но дело в том, что когда мы куда-то едем, я не могу это все взять с собой, это раз. А во-вторых, например, когда я еду что-то там снимать, мне иногда нужно прихватить с собой что-то более компактное. И я видела огромное количество положительных отзывов на этот отпариватель, поэтому я не устояла, тем более, что я заказала его по выгодной цене, еще и был повышенный кэшбэк. Так что мне эта штучка обошлась гораздо дешевле, а у нас такие продаются огромной наценкой, там в несколько раз дороже. Я не знаю, что это за бренд, но такие отпариватели можно найти у многих продавцов, и также они бывают разных расцветок. Я взяла себе вот такой беленький, к нему также прилагается вот такой контейнер для воды, для того, чтобы сюда это все наливать. Но вы меня предупредили о том, чтобы я использовала какую-то очищенную, отфильтрованную воду, для того, чтобы вся вот эта система не забивалась и не образовывалась накипь. Также в коробке была вот такая щетка, наверное, для каких-то ворсистых вещей, для чистки. Не знаю, я даже не надеялась на то, что будет что-то такое. Для чего вы применяете ее? Отпишитесь, пожалуйста. Второе, это машинка от катышек. Это бренд Xiaomi, насколько я помню. Вообще, вот таких машинок есть огромное количество, и та, которую часто рекомендуют, с такой ручкой, она маленькая. К сожалению, почему-то не доставляют в Польшу. Я не знаю, поэтому я заказала Xiaomi, но у нее есть несколько преимуществ. Во-первых, она заряжается через вот такой кабель, подключаете к любой зарядке, и говорят, что этой зарядки хватает надолго. То есть, можно хорошо там очистить ковер, какие-то свитера, вообще, в принципе, что угодно. То есть, не нужно где-то искать розетку, где бы это все подключить, как куда-то доставить, поэтому супер. Во всяком случае, я на это надеюсь. И здесь также есть контейнер, куда собираются все катышки, которые очень просто чистятся, и мне так нравится дизайн. Вообще, у этого концерна Xiaomi, насколько я поняла, есть несколько подбрендов. Я, например, заказывала щетку Oclean, зубную щетку. До сих пор ее пользуюсь. Она работает, хорошо чистит зубы. Также заказывала робот-пылесос. Отлично убирается каждый день вечером. Включаем его. Это наш незаменимый помощник. Поэтому, как-то так, я заказывала эту машинку от катышек уже с кредитом доверия. Назовем это так. И мы с вами сегодня также испытаем эту машинку в детской комнате на огромном ковре, который подскатался за 4 года, и его не мешало бы обновить и привести в порядок. И также у меня есть большая просьба, поделитесь со мной рекомендациями беспроводных пылесосов. У нас есть Dyson, но мы сейчас подыскиваем что-то более бюджетное, но аналогичное для нашего офиса, потому что там большая лестничная клетка, и помимо этого робот-пылесос не везде доезжает, не везде может добраться. Поэтому мы хотели бы купить что-то и туда. Я сейчас еще жду несколько посылок из Алиэкспресс с зимними аксессуарами. Я нашла там очень красивую шапочку, они были в разных расцветках и кожаные перчатки. Недорогие и еще и светлого цвета. Тоже есть разные расцветки, могу поделиться с вами ссылками внизу. И не поверите, я заказала на Алиэкспресс, и потом Инстаграм подсунул мне рекламу точно таких же перчаток в бутике. И знаете, сколько они там стоили? В три раза дороже, чем вот те, которые купила я. Точь-в-точь. Я уверена, что они тоже закупаются там, но я была умнее, заказала напрямую, и еще я воспользовалась кэшбэк-сервисом. Я всегда рекомендую вам Letyshops. Это тот сервис, которому я верна. Это проверенный сервис. Я еще раз продублирую вам ссылку в инфобоксе. Не переплачиваете и вы, и сейчас еще с 19 октября по 21 на Letyshops будет действовать повышенный горячий кэшбэк до 15% на Алиэкспресс. На все товары из всех категорий на Алиэкспресс вы найдете все. От какой-то мелочевки до ковров, чего-то такого более масштабного. Для того, чтобы воспользоваться горячим кэшбэком, вам нужно всего лишь зарегистрироваться на Letyshops, активировать горячий кэшбэк на главной странице, перейти на Алиэкспресс, совершить вашу покупку, и кэшбэк будет начислен автоматически. А когда кэшбэк повышенный, вы можете вернуть не 200 рублей, скажем, да, а 600. Простая арифметика, так получается более приятная для нашего кошелька. Но количество таких активаций ограничено, и когда вы активируете вот этот горячий кэшбэк, вам нужно совершить покупку в течение нескольких часов. Так что не упускайте такую возможность. Помимо того, что я уже вам показала, я заказала еще две такие штуки, правда я не знаю, как они называются по-русски. Его точно мне подскажете, по-польски это Okjavajdobutu. Это и сушилка, и обогреватель для олуби. Господи. В общем, что это такое? Я показала это в инстаграме, и многие тоже начали писать, у тебя что, до сих пор нет этого гаджета? Более того, я не знала об их существовании, я никогда не задавалась с тем вопросом. А оказалось, что действительно стоящее приобретение, поэтому купила два вот такого размера, и поняла, что нужно заказать еще один поменьше для Игната. Это что-то вставляется в ботинок, в какие-то сапожки, и помогает быстрее просушить или нагреть внутри. Очень часто вечером идешь на санки, или ребенок возвращается со школы с мокрыми ботинками, потому что тошд, потому что слякоти, еще бог знает что. И на утро это все не просыхает даже на батарее, именно внутри. Поэтому я заказала этот гаджет, и мне понравилось то, что он работает от розетки. Здесь еще есть таймер. То есть вы можете поставить на 3 часа, на 6 или на 9, и он автоматически выключится. Я очень рада, что теперь что-то такое появилось в нашем семействе, потому что, например, в прошлом году зимой я уже не знала, что делать, и в конечном итоге докупила еще одну пару обуви, и это все равно не решает проблему. Ну что, теперь пойдем тестировать отпариватель и машинку от катушек. Будем давать вторую жизнь нашему ковру. И еще, знаете, такой момент. Мне очень приятно, на самом деле, практически каждый день или в директ моего инстаграма, или на почту пишут разные продавцы из Алиэкспресс, или, ну не знаю, дистрибьюторы, там, производители, что, мол, вы у нас что-то там просили на обзор. Нет, я никогда ничего не прошу. Все, что я показываю, это мои личные покупки. И, видимо, кто-то берет мою фотографию и типа от моего имени выпрашивает что-то на обзор. И, не дай бог, что-то кому-то отправляют, а обзора так и нет. Это не я. Это очень неприятно, и потом же все думают на меня. В общем, если кто-то посмотрит и поймет, что это не я, было бы хорошо. Вот он, наш убитый ковер. Он реально огромный, без преувеличения. Я даже не могу это все захватить одним кадром. Там еще располагается лего. Я думаю, что я целые выходные буду чистить этот ковер. Но давайте хотя бы проверим на одном небольшом участке. Катышки довольно большие. Не знаю, справится ли с этим машинка. Включается она всего одним нажатием кнопки. Поехали! Ну что, я обработала эту часть. Мне кажется, что результат налицо. На одежде катышки гораздо меньше. Я думаю, что машинка справится с ними быстрее. Я забыла сказать, но я сразу же докупила несколько сменных ножей, потому что я знала, что мне придется обработать ее большую территорию. Давайте откроем контейнер и посмотрим, что внутри. Вот, представляете? И вот эти катышки огромные не сразу убираются. То есть мне пришлось пройтись этой машинкой несколько раз по одному и тому же участку. Но в целом мне очень нравится результат. И явно теперь она мне пригодится не только для ковра, но и в принципе для того, чтобы привести в прилежный вид какую-то одежду. Уже сейчас я могу вам ее посоветовать. Можно взять не конкретно эту, а какую-то другую. Подешевле, попроще. Тут уже на ваш выбор. Пришло время протестировать отпариватель. Я уже налила сюда воду. Включила его. И он подогревается. В нем также есть несколько мощностей. Переключаются они тем же нажатием кнопки, которым и включается прибор. То есть на один, на два и на три. Подожди. Вот он, наш отпариватель Tefal. Точнее досочка к нему. И отпариватель внизу стоит. Но сейчас я им пользоваться не буду. И катышки. Или что это такое? Вау. Я в шоке, девочки. Потому что свитер совершенно не скатанный. Но этот отпариватель еще и как будто собирает мусор. Вот все какие-то ворсинки темные. Возможно даже не от этого свитера. Интересно. И они вот так вот смахиваются рукой. После отпаривания. Интересно как. Я очень довольна своими приобретениями. Я должна вам сказать. Если включать большую мощность, то конечно расход воды здесь будет большим. Но для деликатных каких-то вещей. Не для глажки постельного белья. А для свитеров. Для того, чтобы как-то освежить пальто. Это супер вещь. Я теперь буду тестировать ее еще больше. Надену щетку и пройдусь по всем пальто. Вот это да. По своим искусственным шубкам. Я даже не ожидала, что это будет двойное действие. Может надо было сразу эту щетку наложить. Это первое впечатление. Но я в полнейшем восторге. У меня сегодня очень разнообразные покупки. Одна из них сейчас перед нами. Справа новая разделочная доска. Вот эту я очень люблю. Она такая толстенькая, прочная, надежная. Но она вот уже начала, не знаю, зацветать что ли. Мы ее, конечно, не обрабатывали. Но я покупала ее так давно в Тикой Максе. Я думаю, что ни одна нормальная доска не сушит так долго, как это было у нас. И размер у нее классный. Но вот эта доска из Пепко, это то, что надо. Она бамбуковая, тоже не тоненькая. Стоила 5 евро, где-то так. Это вообще, мне кажется, золотая цена для нее. И вот так, хоп-хоп. Можно все нарезать. Потом, тадам! У нас здесь мусорные баки. Нужно добавить пакет. Мы разделяем пластик, био и, ну, такое, все остальное. Там еще у нас находится для бумаги и для бутылок, для стекла. И для батареек отдельно. Короче, у нас тут все, видите, серьезно. И смотрите, мне кажется, вообще классно. Вопрос в том, как ее теперь хранить. Потому что вот эта досочка идеально стоит. Она не падает. Меня, ну, не то чтобы раздражает. Но, знаете, сидишь, тишина, а потом бах-бах! Как шандарахнет. Вот это стоит хорошо. А что делать с этой? Вроде как стоит, не съезжает. Как вы их храните, а? Пока что будем пробовать. Дальше заглянула в магазин Дилс. Новый. Была сегодня в Скавине. Там так дешево. Столько интересных вещей. Особенно для вечеринок. Там куча всего. Вот. Купила много декораций на Хэллоуин. Я не люблю этот праздник. Мы сами никогда не отмечаем, не наряжаемся. Но так как позвонила соседка и сказала, что мы будем организовывать праздник для детей в этом году. Для того, чтобы они просто как-то повеселились. У нас мы будем готовить. Я пока что не придумала что, но точно будем делать какие-то снеки. Дальше в следующем доме будет сама вечеринка, какие-то танцы, маскарад, понятное дело. И еще в одном доме будут всякие там креативные развлечения, что-то буду делать своими руками, какие-то поделки. И так как я уже частично добавила осенние декорации, тыковки, это то, что нравится мне. Но именно на Хэллоуин я взяла несколько штучек. Я думаю, что на следующий год я тоже их сохраню, если детям понравится. Хотя повторюсь, что я не особо поклонница вот этих всех страшилок. Но что поделать. Живем в такое время. Устроим праздник. На дверь приклею вот такую черную наклейку с ведьмой. Вот эту штучку хотела бы повесить у нас на одной из ламп. Также нашла большую паутину. Она белая вот такая. Закажу у Толоку какой-то смешной костюм. Себе тоже. Но не именно, чтобы мы там все были такими страшными, чтобы кого-то напугать. А что-то такое прикольное. Тыковки. Надеюсь, что они будут выглядеть именно так. Смотрите, какие прикольные привидения. Это все тоже можно как-то расставить, повесить. И еще небольшие гирлянды с помпонами. Оранжевые какие-то, белые и черные. Взяла две, потому что они не очень-то и большие. Метр сорок. Ну, где-то там, знаете, что-то повесить, чтобы добавить на праздник. Еще нашла большую пачку памперсов. Я поняла, что с липучками нам не очень они подходят. Это памперсы для собаки. Я думаю, что понятно. Вот. И взяла пятерку в этот раз. 12-17 килограмм. Я их по бокам вот так чуть-чуть разрезаю. И также делаю дырку на хвост. И тогда все нормально. Более-менее это для нас сейчас спасение. Еще увидела вот такие окрашивающие таблетки. Это для купания собачий патруль. Щенячий патруль. Просто по-польски это немножко по-другому. Пщи патруль. Именно собачий. Поэтому я часто так говорю. И здесь сколько? 9 штук. Я думаю, что Игнат будет в восторге. Мне сейчас по-быстрому нужно сообразить ужин. Потому что совсем скоро мальчики вернутся. Я им сделала полдник. Это были хрустящие такие воздушные вафли. Не были, а еще есть. Но рецепт я оставила вам в сохраненных хайлайтах в моем инстаграме. А сегодня на ужин у нас будет запеченная картошка с паприкой и с мяском. С такими типа как тефтельками. Шариками мостными. Это рецепт из термомикса. Если у вас он есть, то я оставлю вам ссылку в инфобоксе. А все остальные можете готовить вместе со мной. Не обязательно иметь этот прибор. Тоже список всех ингредиентов я оставлю под этим видео. Что нам понадобится? Картошка, лук, пармезан. Я вот уже какое-то время тому назад перетерла его в блендере. Измельчила. Мясо. У меня свинина с говядиной. Также немножечко панировочных сухарей. Молоко, петрушка, горчица. Чеснок, паприка, чили. Детям я сделаю менее острое. Также паприка. У меня одинаковое количество приблизительно и паприки, и картофеля. Соль, перец нужно достать. И из приправ майоран сладкая паприка. Поехали готовить. А то мне даже сложнее думается на пустой желудок. Если у вас кусковой пармезан, то нарезайте его небольшими кусочками. И тоже можете измельчить его в блендере. А я здесь хочу сейчас отмерить. Так как в термомиксе есть весы. Если нет блендера, то натираем на терку пармезан. Или покупаем уже натертый. Теперь измельчаем петрушку. Или кладем ее в блендер. У меня где-то пол пучка пойдет. Паприка, чили, потом отдельно добавлю. Полторы чайных ложечки соли. Так как мясо у меня не пол килограмма, а где-то 700 грамм. Миксуем на больших оборотах. Получается вот такая штука зеленая. Половину я выложу отдельно. А во вторую половину добавлю красную паприку. Острую. Теперь мы с вами займемся картошкой. Обязательно очень хорошо помойте ее. И нарезаем не на половинку, а на 4 части делим. Если картошка большая, то еще больше измельчаем. Паприку тоже нарезаем. Так, я разделила на острую и не острую часть. Вы можете этого не делать. Немного поливаем маслом. Открывайся. Высыпаем наш измельченный пармезан. И хорошо перемешиваем. Знаете что? Я даже добавлю чуть больше пармезана. Выкладываем это все на противень. И разогреваем духовку до 220 градусов. Какая красота! Даже если это просто запеть, это уже будет вкус на тень. Но блендер мыть вовсе не обязательно. Здесь же измельчим лук и чеснок. И, собственно говоря, чеснок. Девочки, клянусь. Вот без блендера я не представляю себе своей жизни. Не термомикс, а именно блендер. Это всегда было моим спасением. Теперь выкладываем в миску. Например, если вы отдельно вымешиваете фарш. А я буду это делать в термомиксе дальше. Сюда же высыпаем панировочные сухари. И чуть-чуть молока. Вы также можете взять черствый батон и размочить его в молоке. Получится то же самое. Ой! Так, еще не переборщила. Горчица. Яйцо. Забыла о нем сказать. Но оно нам тоже нужно. Майоран. Сладкая паприка. И соль. Чуть не забыла о перце. Хорошо вымешиваем фарш. Как это все вкусно пахнет! Я вам говорю. Это просто быстро и очень вкусно. Из нашего фарша формируем шарики и выкладываем, ну, где-то в промежутках между овощами. Ого! Как много получилось! Запекаем нашу красотень 40 минут. Такой простой, но вкусный ужин у нас будет сегодня, как из ресторана. Сейчас сделаю еще соус цацики и будем трапезничать. Я пока не знаю, я оставлю эту часть со своим монологом видео или все-таки решу не выпускать в свет, но так как я блогер с большой аудиторией, и так уж повелось, что многие делятся только хорошей стороной своей жизни. И создается ощущение, что все живут в гармонии, в понимании, все друг друга поддерживают, никогда не рукаются, на фотках улыбаются и так далее. Это не всегда так. Я думаю, что из моего предыдущего влога кое-что можно было где-то прочитать между строк. И я не то чтобы делюсь с вами каким-то богатым жизненным опытом, это просто то, что происходит сейчас, и то, что также отнимает мою энергию. Мне кажется, что в принципе нам с Томиком раньше было легче друг с другом, хотя бы по той причине, что когда мы начали не просто встречаться, а сразу буквально жить вместе, мне было, господи, 20 или 21, но в любом случае у нас разница больше 9 лет. И ему было 29, значит мне было реально 20, потом ему было 30, у меня 21. Ну, как вы понимаете, я тогда смотрела на него с широко распахнутыми глазами, смотрела в рот, слушала все, что он говорит, и для меня это было истинно в последней инстанции. Мне казалось, что он взрослый, что он знает лучше, он все понимает лучше, он знает, как нужно поступить, он опытнее, и вообще он очень хороший человек, очень интересный. И с ним пообщаешься, и кажется, что это твой лотерейный билет по жизни. И по сути оно так и есть. Я не хочу как бы наговаривать на своего мужа, но я больше пытаюсь донести вам ту мысль, что сейчас я стала старше, и у меня появилась своя точка зрения на многие жизненные моменты. И много, что я сама знаю, как сделать лучше, и я больше не хочу потакать во всем. То есть, если раньше Дома говорил, ну вот знаете, такое самое лайтовое, куда мы едем отдыхать, хорошо. Как мы будем отдыхать, как мы проведем наш досуг, все было только так, как хочет он. И в какой-то момент я поняла, что мы смотрим только то, что ему нравится, мы слушаем только такую музыку, как он любит. Я не люблю польский рэп. Сори, мне это не нравится. Почему я должна постоянно, как бы вот знаете, ну не то, чтобы делать то, что мне вообще как-то не по душе, то, что мне не нравится, что меня как-то там заставляют. Но вы знаете, какие-то такие мелочи складываются в одну большую картину, и ты думаешь, блин, а я вообще живу свою жизнь, я вообще хоть что-то делаю так, как мне нравится, как мне хочется. Да слава богу, что я хотя бы занимаюсь ютубом, и он сюда не вмешивается, потому что изначально он, конечно, не был в восторге от того, что я снимала видео, но когда это начало приносить какой-то доход, когда появились какие-то эффекты моей работы, он начал примолкать, и сейчас уже меньше психует, его по сей день раздражает инстаграм, вот эти фотки и так далее. Я как можно больше стараюсь делать одна. Но речь сейчас абсолютно не о ютубе, я больше говорю вам даже и о бытовых каких-то моментах. То есть, если я убираюсь там, да, ну вот с собакой сейчас такая проблема, он обязательно скажет, какой тряпкой я должна убраться, какое средство я должна использовать, и как я должна это сделать. И в принципе, как бы он всегда это сделает лучше, чем я. То есть, я всегда недостаточно хорошо что-то делаю в бытовом плане. И знаете, вот иногда послушаешь даже какие-то такие вот абсолютно дурацкие моменты, которые могут вывести тебя из себя. Я говорю, не покупай эту картошку, пожалуйста, потому что она не подходит там для запекания. А мне нужна была только для запекания. И он стоит, блин, и спорит, что нет, вот это вот она там из рынка, она грязная, вся в земле, вот она точно самая вкусная. И потом тебе уже вообще ничего не хочется делать, вот я понимаю, что бывают проблемы гораздо серьёзнее. И поверьте, что за столько лет вместе, это уже то ли 13, то ли 14, мы прошли очень многое. И потери близких, и серьёзные болезни, и это как бы борьба за жизнь. И, господи, я даже не хочу вспоминать это всё, но можно было бы написать такую книгу, если бы я хотя бы малую часть осветила это всё на широкую публику, вы бы ахнули. Просто как бы я живу не одна, в моём окружении есть близкие люди, которых мы тоже поддерживаем, с которыми мы коммуницируем, которых мы безгранично любим. Я не могу рассказывать обо всём, но уже достаточно того, что мы боролись за жизнь нашего ребёнка. Это помимо всего вышеперечисленного. Ещё как бы к этому ко всему вот такие мелочи, такой язвительный момент. И тебе хочется сказать, ёлки-палки, где ты найдёшь такую не просто зарабатывающую на себя, а на семью. Поэтому я реально трудяга по жизни и в работе, и в быту. И я редко когда-то и у себя отдохнуть и просто тупо посидеть. Я даже, будучи с детьми в декрете, я пахала. Я не знала, что из этого получится, но во всяком случае я не просто сказала, слушай, как бы я тут с детьми, давай. И когда он работал в другом городе, тоже было проще, потому что у меня был свой режим, свой график. Я с детьми очень многое успевала. Я ещё снимала YouTube, я по ночам монтировала и занималась спортом дома и так далее. И меня никто не ковырял на каждом углу. И ты и так задолбан вот этой бытовухой, ты и так очень много работаешь, как я, так и он. И дети, и собака. И ты думаешь, ещё ты будешь цепляться в такие мелочи, да гори оно пропадом. Реально, иногда хочется всё бросить и просто сказать, я и так всё могу сама. Вот зачем мне ещё это всё? Но помните о том, что рушить гораздо проще, чем строить и быстрее. И когда я зимой общалась с психологом, я услышала, я даже не услышала, я получила так много наводящих вопросов, которые заставили меня не просто задуматься, а изменить своё поведение не полностью, потому что это сложно. Но даже какие-то звоночки я сама где-то для себя фиксировала на протяжении долгого времени. Просто раньше я во многом не разбиралась, я многого не понимала. И так как у нас значительная разница в возрасте, мне казалось, что действительно человек даёт недельные советы, и возможно он так и хочет. Он всегда говорит, ну я же тебе вот как лучше советую, а может мне не надо как лучше, блин, может мне нужно размазать это всё другой тряпкой, использовать другое средство, и самой научиться, что это будет лучше сделать этим и этим. Ну вы понимаете, о чём я говорю. То есть не нужно вот так постоянно контролить, вот так вот всё как-то держать под колпаком. И мой муж очень сильно напоминает мне моего отца. Они, конечно, разные, но вот в бытовом плане особенно, мы даже с мамой иногда разговариваем, я просто в шоке. В общем, сама себе его выбирала, и как бы я не хочу сказать, что там мы на грани развода, но я на грани того, чтобы уехать куда-то на несколько дней и побыть одной. Я даже могу забрать детей, ну просто, чтобы меня никто не ковырял. И вы знаете, зацепиться за что-то такое вот маленькое, такое несущественное на самом деле. Я потому что стою как бомба, и когда, ну что, ты уже вылечилась? Ты уже вылечилась? Так и хочется греть его этой картошкой. И очень сложно, когда вы не понимаете друг друга. Мы вроде разговариваем на одном языке. Я неплохо владею польским. То есть меня все вокруг понимают. Это не так, что я неправильно выражаюсь, он не понимает мой польский язык. Нет. Просто мы по-другому всё воспринимаем. Вот вообще. И знаете, какие-то, с одной стороны, общие жизненные цели, ценности. Но я тут, блин, за собакой бегала, вымоталась. И я вам рассказывала, да? Я тут, блин, лечу свой дерматит. Он, а поехали-ка в Прагу на выходные. Я уже не знаю, что отвечать. Иногда я прогибаюсь, и мы что-то как бы делаем по его. Но всё чаще и чаще я замечаю по себе, что я больше не готова прогибаться. Просто. И я не хочу как бы выносить прям все какие-то моменты, да, на широкую аудиторию. Потому что иногда что-то касается более таких серьёзных вопросов, не такой мелочёвки, которую я только что рассказывала. И всё равно я отстаиваю свою позицию, всё равно у меня есть своё мнение, и с ним также нужно считаться. И что касается финансовых каких-то вопросов и так далее. Жизнь не состоит только из бытовухи, и иногда нужно принимать очень-очень непростые решения. Вот такие дела. Поэтому я вот так вот, знаете, истощена эмоционально, не только по причине проблем с МИКО, не только по причине того, что там с моим здоровьем что-то не так. Просто у нас сейчас с мужем период какого-то такого недопонимания. Мы не можем договориться. Где-то что-то меня не устраивает. И знаете, оно сидит, и тебе не хочется ему это сказать, потому что ты не хочешь задеть его эго. И ты своим поведением показываешь, что как бы некомфортненько. Но несмотря на всё вышесказанное, я тоже могу сказать, что я знаю, что он меня до сих пор любит. И я его очень сильно люблю. И как человека, и мужчину. И в наших отношениях присутствует страсть. Но мы с ним живём как итальянская парочка. Которая не всегда умеет мирно решать вопросы. Наверное, у нас у обоих сильные характеры. И вот это вот такое напряжение 220 вольт, оно присутствует всегда. А почему меня прорвало на такие разговоры? Наверное, по той причине, что у нас послезавтра годовщина. Как мы поженились. Вообще, мы встретились 1 октября. Давно. 2008, наверное, год. Как-то так. И впервые за много лет я ничего не подготовила на праздник. Знаете, мне не стыдно. Не потому, что мне не хотелось. Ну, может, и немножко не хотелось, если совсем по-честному. Но, вот знаете, я всегда там стараюсь на праздники. И часто говорю, мне ничего не надо, мне ничего не надо. И потом я ничего не получаю. Сама сказала, сама получи. Чего обижаешься? И как-то я не обижалась. Но когда я где-то там об этом говорю, или меня спрашивают, типа, а что тебе подарили? Я говорю, ничего, у меня все есть. Так у всех все есть. И я сама, по сути, собственными руками и голосом, всеми вот этими действиями. Я убила желание что-то для себя делать. Поэтому посмотрим, как это все развернется. Но нельзя все брать на себя и все самой тянуть, все организовывать. Пара – это двое. Это не один человек. И я уверена, что если бы у моего мужа кто-то спросил, типа, что происходит, у него была бы своя правда. Потому что во всех проблемах виноваты двое. В всех каких-то недоразумениях, всех каких-то недопониманиях и так далее. Это не вина одного человека. И я не хочу сказать, что вот то мы к такой-сякой. Я где-то сама позволила так себя вести со мной. Я где-то сама поставила себя в такую позицию. И очень жалко, что все это приходит как-то, наверное, уже ближе к 30 годам. А то и после 30. Когда тебе 20, ты многого не замечаешь, не понимаешь. И очень просто попасть под влияние другого человека. Где-то там закинуть свои интересы и свои желания в дальний ящик. Дух ящик, господи. Я заговариваюсь, я правда немножко сегодня утомилась. Поэтому я иду принять душ. Намаз со своими всеми этими мазями. У меня лицо очень сухое, очень. И я не могу дождаться, когда мне можно будет пользоваться своим привычным уходом. Но я не сказала вам все это для того, чтобы меня кто-то пожалел, для того, чтобы кого-то там очернить. Я хочу, чтобы вы понимали, что все мы люди. Идеальных семей не бывает. Идеальных отношений тоже не бывает. Я получаю так много ваших историй. И вот вы спрашиваете, а как у вас получается, девочки, через слезы, боль, кровь и так далее. Мы не тот пример пары, которая, знаете, за ручку всю жизнь. У нас за ручку, но каждый периодически перетягивает на свою сторону. И тоже вот постоянно быть под этим мужским колпаком вечного контроля. Но контроля не в плане, что я куда-то поехала, там мне будут трезвонить 50 раз. Ну, вообще можешь не звонить двое суток. Мы доверяем друг другу, как он мне, так и я ему. Но я больше имею в виду какие-то жизненные моменты. Вы знаете, чтобы рулить другим человеком, сделать так, а не так. Вот тут ты должна просто так-так-так, бесит. Серьезно, я больше не согласна на это. Поэтому сейчас вот такой период, который, наверное, тоже нужно пройти. И еще как-то все как будто умножается на 100 по ощущениям, по эмоциональности, по тому, как ты на что-то реагируешь, когда в семье кто-то болеет. И это не только Мика. Я вам говорила, что я чувствую себя неважно. Поддерживать другого – это тоже в каком-то плане искусство. Не все это умеют. Не каждый умеет показать свою поддержку или сказать нужное слово. Поэтому нужно проговаривать. И, наверное, до моего Томака больше дошло, что мне, блин, нужна поддержка как физическая, так и моральная. После того, как он увидел, что я ничего не снимаю, я не в состоянии, что... Я говорю, что мне, блин, одиноко. Почему доходят таким образом? Я не знаю. При том, что я и так ему говорила. Я уже говорю, хватит меня объюзить на каждом шагу. Хоть сейчас оставь меня в покое. Он, а, ну хорошо, как-то все в шутку. Но, знаете, в каждой шутке есть доля правды. Все. Всех целую, обнимаю. Господи, я наговорила 19 минут. Я в шоке. Все. Не забывайте поставить пальчик вверх, если вам был интересен этот влог. Я, правда, хочу быть с вами искренней. Я не хочу создавать картинку какой-то нереальной жизни. Я хочу, чтобы в моих видео, в принципе, в том, что я делаю, была прежде всего я такая, как я есть. И мир вокруг меня. Не всегда цветные, сказочные, красочные. Все. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.